Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз главная тема недели в студии Николай Саванидзе, все так оно и есть. У нас только что был в гостях Евгений Гантмахер, мы говорили об инициативе, связанной с досрочными выборами президента, то есть Путина, естественно, который у нас президент, кого же еще выбрать. И говорили об экономике, я кое-что еще хочу здесь и договорить на экономическую тему, то, что не успели, и это имеет отношение уже к нашим следующим темам, а именно, ну, первое имеет отношение к предыдущему, просто это само по себе интересно, губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, опытнейший человек, опытнейший глава региона, он тут сказал, вот буквально совсем днями, давайте Богу помолимся, чтобы пенсии продолжали платить через пять лет. Это уникально на фоне того, что президент Путин говорит, что у нас все абсолютно в порядке и нет никаких признаков кризиса, и все замечательно, и мы все уже миновали, и все мы уже устроили, вот давайте Богу молиться, чтобы пенсии продолжали платить через пять лет. Богу или Путину непонятно, но вот другого способа, по-видимому, обеспечить выплату пенсии, кроме как вот молиться, больше нет, это Меркушкин. Это не какой-нибудь там, на самом деле, либерал или национальный предатель, это руководитель крупного региона. И второе, еще вторая информация, дело в том, что главы МИД стран европейского сообщества, стран ЕС, все 28 проголосовали сегодня за продолжение санкций на полгода, санкций в отношении России. Причем среди них, среди этих 28 был и Грек, а мы знаем, что у нас с Греками особое отношение, тем не менее и он проголосовал за продолжение санкций. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, по этому поводу сказал, что Москва ответит на это. Ну, как ответить? Ну, мы знаем, как мы отвечаем на санкции, у нас продовольственная эмбарго, главный вариант ответа, мы нам санкции, а мы перестаем там шпроты покупать у латышей. Вот, собственно, это наш ответ Западу. Итак, мы переходим на другую тему, дорогие друзья, и тема это военная, сегодня 22 июня. Сегодня была война. Да, сегодня, ровно 74 года назад, началась война. Вермахт войска гитлеровской Германии, войска нацистов бомбили советские города, перешли границу. И это было начало Великой Отечественной войны, в которой мы победили, в конце концов, в которой мы потеряли. Ну, эти цифры менялись, на самом деле, сейчас вот недавно был День Победы, и говорили на эту тему много, но реально, в общем, скорее, сейчас озвучивает цифра 27 миллионов человек, реально это больше 30 миллионов. Вот это случилось как раз 22 числа. Сегодня вот в этой минутной программе тема дня, которая будет по окончании этой программы в 9 вечера с копейками. Я расскажу о некоторых таких деталях, насколько там хронометраж этот крошечный позволяет, я расскажу о некоторых деталях вот этого первого дня войны, кто что из влиятельных участников говорил на эту тему. А сейчас я хочу поговорить о том, что такое было тогда начало войны, насколько это был страшный день, насколько он был страшен и по своим последствиям для людей. Вот речь идет вот о чем, дорогие друзья, речь идет о том, что война – это не весело, война – это не романтично, война – это не круто, война – это страшно, прежде всего. У нас на прямой телефонной связи научный руководитель ИНИОН Российской Федерации, академик Академии наук, историк Юрий Сергеевич Пивоваров. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич, вот война, начало войны. Что такое этот день, как вы считаете, для вас, как и для гражданина, как и для историка? Ну и не только как для сына моих родителей, да, как, наверное, многие из нас или там внуков своих, бабушек и дедушек. Конечно, это одно из самых страшных событий не только в советской, но и в русской истории. Правда, это событие как-то несколько повлекло. Ну вот под 9 мая действительно великий праздник Победы, восторг, мы за ценой не постоим. А 22 июня как-то, ну, помнят, разумеется, помнят. Но все-таки немножко ушло в сторону и, на мой взгляд, не занимает того заслуживающего, что ли, места, если можно так сказать по-русски, которое должно, понимаете, занимать. Поскольку, ну, этот день действительно вот воспоминание о том невероятном, что произошло с нашей страной. С одной стороны, это великая победа, а с другой стороны, жертвы, которые подкосили, конечно, страну на десятилетия, может быть, даже столетия вперед, потому что миллионы и миллионы лучших выбитых мужчин и женщин, понимаете, это чудовищно совершенно. Это, как раньше говорили, не может больше повториться. И поэтому мы должны, естественно, помнить этот день, мы говорили о том, что война это не круто. Да, война это не то, что не круто. Знаете, обычно говорят, почитайте Виктора Астафьева или кого-то там еще, да что там читать. Мне, мой отец и мои дяди рассказывали, что такое было. Они были обычные солдаты, офицеры отечественной войны. Вот, но я думаю, что в нашем народе это, к сожалению, стало немножко подзабываться. И, кстати, не только в нашем, я вижу, как идет, знаете, мускул друг к другу показываем и хвастаемся тем, как мы можем укусить друг друга и мы, и Европа с Америкой. То есть вот это вот, у меня очень такое, как бы сказать, волнительное ощущение того, что люди подзабыли, чем это может закончиться. И вот тут недавно, как бы вспоминали, столетие начала Первой мировой войны в прошлом году, а ведь не дурно было бы помнить, что никто, казалось бы, не хотел войны. И как так, случайно, к ней спустились. Вот 22 июня, мне кажется, это тот день, когда русскому человеку, но в широком смысле российскому человеку, надо вспомнить и подумать, что война это плохо, что война это невозможно, что мы не можем, как и наши западные партнеры, не могут повывать друг к другу там каким-то тактическим ядерным оружием. Знаете, что это совершенно, это уже запредельно, это самоубийство цивилизации. Но для меня все равно 22 июня всегда останется не вот этим вот днем, который должен предупреждать все-таки, в конечном счете, а днем вот такой великой скорби и великого ужаса, в котором ощутился наш народ. Понимаете? И я не знаю, чувствуют ли это сегодняшние молодые люди, но вот для меня, когда я прочел Анны Андреевны Ахматовой, мы знаем, что нынче лежит на весах. То есть на весах лежала судьба Родины, судьба вообще человеческой цивилизации. И, ну, как бы, по нам пришелся страшный удар. Мы с вами во многом виноваты, но по нам пришелся страшный удар. И мы должны это помнить. Я извиняюсь за такие пафосные слова, но этот день такой, понимаете, к нему невозможно подходить обыденно. Это день такой более чем шекспировской трагедии. Несомненно, несомненно, Юрий Сергеевич, я вас, в общем, тоже к этому пафосу своей подводкой к нашему разговору и призвал. Потому что это действительно очень трагический день. Это действительно день масштаба большой великой человеческой трагедии. Ну, 30 миллионов человек. Ну, что же может быть трагичнее? Я, честно говоря, и представить себе не могу ничего трагичнее. Да, конечно. Но ведь не только погибшие, но и те, кто выжили. Они были надорваны. Они были измучены, понимаете. Они потом всю жизнь приходили. Все дяди, кто и так, и не пришли. Я когда-то читал мемуары то ли Высоцкого, то ли мама его вспоминала, как она была не заключенная. Просто она была в эвакуации. Женщину отправили на лесоповало. Дети были в детском саду. И маленький Володя, будущий великий Высоцкий, там ей на 20 неделю начинал встречаться. Какой-то кусочек хлеба с чем-то там берег, чтобы покормить. Совершенно голодная мать. Понимаете, это читать впрямую без слез даже мужику невозможно. Понимаете? Абсолютно, да. Что выдержали и в тылу, и прочее. И вообще 22 июня, это еще день, если угодно, если немножко спуститься вниз с пафосной линии. Это как мы встретили 22 июня. С одной стороны, неожиданное нападение. А с другой стороны, мой учитель, академик Винограда, создатель Лениона, о котором вы уже сказали, он был на Юго-Западном фронте. И они несколько дней, как он пишет в своих мемуарах, и мне рассказывал, спали, не снимая сапога, в полной выкладке, потому что командиры сказали, вот-вот война начнется. Когда война началась, этот Юго-Западный участок фронта был готов и даже погнал немцев в какой-то момент, а потом с достоинством отступал. То есть это еще и день, если угодно, что надо помнить, что вот все может быть, понимаете. Вот эти сражались, а другие, так сказать, дали себя убить. И, в общем, это один из самых страшных дней. Не только как историк, просто как человек в русской истории, но один из самых высоких дней вот такой высокой скорби и печали. И то, что мы потом все-таки не сдались, это для меня высочайший оптимизм втеляет в меня, понимаете. Не только это, но это в том числе, понимаете. Что мы выдержали, это невероятно. То есть вот этот путь от 22 июня до 9 мая 45-го, это путь трагический и гордый на самом деле. Да, он трагический и гордый. И он, могу сказать, ну, конечно, это одно из самых важных событий вообще в русской истории. И события совершенно невероятные. Я абсолютно убежден, что все, что потом происходило, вот теперь там какая-то либерализация, какая-то новая литература, искусство, гражданское общество, правозащитники, наконец, перестройка и 90-е, то, что мне симпатично, я думаю, что это все родилось в войне. Понимаете? И ведь помните, как заканчивает доктор Жилага Борис Леонидович Пастернак, прямо на последней странице пишет, что в космосовоенные 7-летие или 8-летие пишут, и было все пропитано вот этим ожиданием свободы. И только в этом был смысл. Несмотря на вот эти жуткие позднесталинские годы, тем не менее, вот это ожидание России было беременной свободой, потому что те русские, которые, опять же, русские в широком смысле, сломали фашизм у хребет, они, конечно, были достойны свободы. И они ее начали получать. После 20-го съезда пошла эмансипация. Знаете, что бы ни говорили, при всех зажимах, при всех там авторитаризмах, тем не менее, мы начали великое движение к свободе. Безусловно. И без войны этого не было. Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас общая атмосфера, в которой мы живем, вы уже начали об этом говорить, и о нашем бряцании оружием, и о бряцании оружием со стороны наших партнеров и оппонентов, и собеседников. Насколько, на ваш взгляд, вот такое бряцание, это же все слова вроде бы, да? Слова, 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 как у того же Шекспира сказано. Насколько это опасно, на ваш взгляд? А вы знаете, я могу сказать тривиальную вещь, которую до меня многие говорили. Когда были изобретены газы, разорванные пули, пулеметы, то есть орудия массового уничтожения, ОУМУ, да, как говорят специалисты, все говорили, крупнейшие умы, там, включая Фредерика Энгельса, что никакой войны больше быть не может, что все, и так далее. Потом стали говорить, вот ядерное оружие, никакой войны быть не может, поскольку люди не сумасшедшие. А ведь началась же Первая мировая война. Началась же Первая мировая война, из которой потом выросла Вторая, разумеется, мировая война. Поэтому человечество, и мы, как часть человечества, должны быть очень осторожны, крайне осторожны. И мы, европейцы, американцы, все вообще на земле, потому что, ну не дай Господь, ну не дай Господь, если это тактическое ядерное оружие, наше или европейское, американское, где-нибудь, кто-то кого-то не поймет, как-то не сработает. Ведь что тогда будет? Понимаете, такой будет коллективный суицид всемирный, понимаете, это никак невозможно допустить. И поэтому подъем милитаристских настроений по всей Европе, включая нас, конечно, меня и пугают, как человека, и я резко против, я резко против. Понимаете, люди должны испугаться. Люди должны испугаться этого. Я вам должен сказать, что 70 лет не было таких больших войн, и выросли поколения людей, которые, в общем, этого не понимают. Брежнев, там, и Дегой, Хрущев, там, я не знаю, Макмиллан или там Кеннеди, и они знали войну, у них там гибли родственники, они сами участвовали. Понимаете, а сегодняшнее поколение политиков, я имею в виду не только наших, они не знают этого. Локальные войны это не то. Наши или там американские, или какие-то еще. А мировая война это совсем другое. Когда гибнут люди, когда гибнут братья, сестры и прочее. Понимаете, я очень боюсь, что вот это вот, ну, как бы потеряно чувство опасности. Я это чувствую не только у всех лидеров практически мира. Понимаете, кто-то осторожен, кто-то менее осторожен, но ситуация, как никогда, может быть, в последнее десятилетие. Помните, какой-то песенник был «В воздухе пахнет войной». Вот этого, чтобы не было, мы должны, как сказала одна моя коллега, мы должны испугаться этого. В лучшем смысле слова. Мы в самом широком смысле слова. Не только мы россиями, разумеется. Спасибо, спасибо, Юрий Сергеевич. Академик Юрий Пивоваров был с нами на телефонной связи. И мы говорили о 22 июня и о том, как началась война, и насколько это было страшно, и насколько это может быть страшно снова. Может быть, даже более страшно, потому что тогда, когда началась война, еще не было ядерного оружия. Оно появилось только в самом конце войны. И, слава богу, хотя бы, что оно появилось не у Гитлера. Потому что, если бы оно появилось у Гитлера, то Гитлер бы им и воспользовался, я так думаю. Но вот тема, которую мы затронули с Академиком Пивоваровым, она очень важная. И на этой неделе продолжается вот это вот бряцание оружием, о котором мы с ним сейчас говорили. Причем продолжается оно с обеих сторон. И обе стороны обвиняют друг друга в этом. У нас сейчас еще один собеседник. Это очень уважаемый, известный военный эксперт. Он работает в ежедневном журнале, сайте которой, ресурсы которой сейчас заблокированы. Но, тем не менее, читать его можно, если кто хочет это делать. Александр Гольц. Здравствуйте, Николай Карлович. Да, да, Саш, давайте по имени, наверное, по... Да, да, конечно. Как по жизни, да. Значит, Саш, скажите, пожалуйста, вот то, что идет на этой неделе, вот этот обмен устными такими ударами военными, значит, одни говорят, что, а именно Соединенные Штаты, что они готовы перебрасывать тяжелое вооружение в Европу. Российская сторона говорит, а именно президент Путин, что 40 новых ракет, имеется в виду стратегических ядерными боеголовками, появятся у нас на вооружении. Вот это вот интервью, о котором я потом еще скажу, там очень жесткое интервью секретаря Совета Безопасности России Николая Платоныча Патуршева. Жесткое интервью Сергея Борисовича Иванова, который говорит, что не случайно, вот, скажем, то, что наши западные партнеры приняли решение по продлению санкций на полгода, они это сделали именно 22 июня. В чем здесь смысл? Как мне кажется, Сергей Борисович Иванов, руководитель администрации Путина, он таким образом проводит, делает знак равенства между нынешними, нынешним Западом и гитлеровской Германией. Вот все это, на ваш взгляд, насколько серьезно и опасно, Саша? Значит, оставим на совести российских начальников в тот символизм, который они придают разным датам и желание хоть как-то представить Запад в виде фашистских агрессоров. Бог им судья, конечно, здесь. Другой вопрос, Николай, заключается в том, что, к сожалению, и вот при всей моей, все-бресем моем отношении к нынешнему российскому руководству, я не в восторге от него. Это чрезвычайно печальный факт. Он заключается в том, что впервые российские заявления приняли всерьез. Мы пугали Запад тем, что мы поддерживаем отношения взаимного ядерного сдерживания последние лет семь. Мы угрожали выйти из договора о ракетах средней дальности. Мы много чего глупостями говорили. Разместить Искандеры в Калининградской области и так далее. Запад морщился и полагал, что вот так Россия в момент кризисов самоутверждается. Все, точка. Они приняли это всерьез. Это означает, что от обеспечения взаимной безопасности договорами, мерами взаимного доверия мы переходим к другой системе обеспечения безопасности, а именно взаимного военного сдерживания. Вот это более или менее скверно. Но это классическая холодная война. Да, да, да. Вот для меня более или менее очевидно, что мы стремительно движемся к новой холодной войне. Саш, насколько опасным вам кажется вот эти вот, во-первых, обмены колкостями, и во-вторых, вот эти вот лихие такие предприятия, типа там облеты, пролеты в трех метрах от самолетов возможного противника. Насколько это все рискованно? Или это ерунда? Очень рискованно. Понимаете? Если согласиться с моим предположением и вашим тоже, что мы решительно движемся к новой холодной войне, то настало время считать ресурсы. Мало пригрозить Западу, что мы развернем ракеты «Искандер». Тут же у западных аналитиков возникает вопрос, а где их будут производить, в каком количестве, не захлебнется ли российская промышленность и так далее. Ответы на эти вопросы есть, и, боюсь, они не очень радуют Россию. Если сравнивать Советский Союз и Россию, очевидным образом, у нас меньше ресурсов. У нас нет союзников, фактически. У нас слабая экономика и ограниченные финансы. У нас стареющее население, которое не позволит развернуть пятимиллионную армию. Что у нас есть? У нас есть ядерное оружие. И я думаю, что кремлевские стратеги сегодня чрезвычайно заняты мыслью о том, как бы перевести наш гигантский ядерный арсенал в политический вес. И, к сожалению, ответ здесь только один. Убедить наших западных партнеров, что мы чуть-чуть-чуть-чуть. Ну да, продемонстрировать легкую склонность к безумию. В эту игру отлично последние 30 лет играют, допустим, северокорейские руководители. Спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо большое. Александр Гольц из ежедневного журнала был у нас на прямой телефонной связи. А мы с вами не уходите, дорогие друзья. Скоро вернемся в студию и продолжим наш разговор. Главные темы недели. Да, дорогие друзья, снова с вами Николай Соманит за главные темы недели на Серебряном дожде. Мы сейчас разговаривали о начале войны и о нынешней ситуации, связанной с противостоянием не только политическим, но и военным противостоянием России и Объединенного Запада, которая очень напоминает Холодную войну. Я, честно говоря, уже вообще-то не вижу разницы между классической Холодной войной и нынешней ситуацией. Ну, идеологическое было. Были идеологические противоречия. Сейчас идеологических нет, но есть практически. Какая разница? Тут идеология, на самом деле, вторична. Может не быть там какой-то идеологии. Вот там, скажем, у Запада нет идеологии. Какая у них идеология? И у России сейчас нет идеологии. В этом смысле мы близнецы и братья. Тем не менее, интересы разные, а интерпретация этих интересов делает наши позиции уже вовсе полярными. И в результате слово за слово, эмоции дальше, взаимные обиды, неудачно сложившиеся личные отношения лидеров, и все покатилось. И все достаточно опасно. И вот, скажем, очень влиятельная газета американская Christian Science Monitor, вот она пишет заголовок статьи, «Россия и НАТО сползают к высокорискованному военному противостоянию». Вот так вот. Министры иностранных дел стран НАТО впервые за долгие годы сейчас собираются обсудить ядерную стратегию России. Будут рассмотрены ядерные возможности, Москвы, возможные контрмеры со стороны НАТО, со стороны Североатлантического альянса, причем дипломатический источник, вот это все в газете Die Welt, это влиятельная немецкая газета, и дипломатический источник пишет, что говорит, цитируется, «Мы очень обеспокоены ядерной стратегией России. Атомное оружие играет важную роль в новой российской стратегии, так называемой гибридной войне». И вот министры Запада обсудят некий подготовленный в НАТО секретный документ. А раньше, что их обеспокоило? Вот раньше Путин сказал, что состав ядерных сил российских пополнит более 40 межконтинентальных ракет. Вот я получаю СМС-ку, а почему вы в конфликте с Западом обвиняете президента? Путин угрожает кому-то? Или все-таки Путин защищает наши интересы? Юра Екатеринбург. Юра. Владимир Владимирович Путин президент Российской Федерации. Он обязан защищать наши интересы как избранный президент интересы Российской Федерации. Другой вопрос – как? Угрожает он кому-то? Нет. Прямо он не угрожает. Но действия воспринимаются его очень многими на Западе, фактически Западом, как угроза. И психологически это тоже достаточно понятно. Потому что точно так же, как мы воспринимаем, скажем, их приближение к границам России как угрозу, точно так же они воспринимают наше размахивание ядерным оружием как угрозу. Вот там, скажем, упоминание о том, что 40 новых ядерных ракет. Понимаете? Вот представьте себе, Юра, что там вы где-то в компании или в общественном транспорте упоминаете о том, что у вас в кармане оружие, там, пистолет или нож. Вот просто так упоминаете, и все. Вот невзначай. А у меня в кармане пистолет. Так совершенно с невинным выражением лица. Это что, вы угрожаете или нет? Вот вас спросить, вы угрожаете? Скажет, нет, я не угрожаю. Я просто сказал, что у меня в кармане пестик. Но окружающие, я думаю, сочтут это за угрозу. Вот примерно так. И надо сказать, что вообще очень многие высказывания последнего времени, они нагнетают ситуацию. Вот украинцы говорят, мы хотим вступить в НАТО. Замминистра обороны Украины и Игорь Долгов. Он правду сказал. Действительно, они хотят вступить в НАТО, потому что... И понятно это желание. То, что зонтик НАТО спасет их от любой военной угрозы, в том числе исходящей от России. Реальная она, или они ее выдумали, но война-то в Донбассе невыдуманная. И войну в Донбассе ведут так называемые, там, не знаю, ополченцы, сепаратисты, как угодно их называйте, но у них силы военные, в том числе техника военная, танки, которые позволяют им успешно воевать с федеральной армией немалого европейского государства, каковым является Украина. Да, у Украины слабая армия, конечно, относительно, но тем не менее, эта армия 40 миллионов европейской страны. И вот эти донбасские ополченцы или сепаратисты, то и другое, наверное, правильно, сепаратисты правильнее, потому что, поскольку они за отделение от Киева, то они сепаратисты, естественно. Вот, они воюют успешно. К чьим оружиям? Ну, не знаю. По-видимому, как-то оно им досталось. Как президент Путин недавно сказал, если вот военные действия идут, то как, так или иначе, оружие где-то достается. Вот, поэтому, конечно, Украина хочет под зонтик НАТО. Так оно безопаснее. Но, тем не менее, когда в Москве, в Кремле слышат, что Украина хочет под зонтик НАТО, от этого настроение не повышается, а возбуждение усиливается. Вот, правда, Сергей Борисович Иванов, руководитель администрации Путина, он вроде бы как успокоил. Вот, только что он в интервью Financial Times сказал, что военный бюджет НАТО в сравнении с нашим как слон и моська. Вот, как бегемот это домашний код. И вы что, серьезно думаете, что мы хотим воевать с НАТО, развязать, развязать войну с НАТО? Мы что, самоубийцы? Это бред сивой кобылы, что Россия нападет, скажем, на Прибалтику, говорит Сергей Борисович Иванов. Это психическое расстройство. Страны Балтии сознательно, это стата, страны Балтии сознательно нагнетают обстановку, чтобы получать деньги от НАТО. Это возможно. Но само по себе вот это обсуждение, обмусоливание темы войны, нападем на Прибалтику, не нападем на Прибалтику, само по себе обсуждение этой темы, оно уже, понимаете, если там, я люблю примеры на бытовые темы, если мужчину, там, скажем, обвиняют в том, что он насильник. Он говорит, ну что вы, ну какой же я насильник, ну что же, я буду эту девушку насиловать? Да я не хочу ее насиловать, я не собираюсь ее насиловать. Да зачем мне нужно вообще ее насиловать? Понимаете, вот само по себе обмусоливание этой темы, оно уже подозрение только усиливает, к сожалению, это чисто психологический фактор, даже если, если говорится чистая правда, даже если никто никого изнасиловать не собирается. Вот еще один пример, я сегодня собирался, обещал вам поговорить. Очень интересное интервью секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Платоныча Патрушева газете «Коммерсант», сегодняшней газете «Коммерсант». Очень интересное, очень рекомендую вам почитать. Оно содержательное, оно важное, оно такое программное, я бы сказал. О многих вещах здесь говорится, о ситуации с ИГИЛ на Ближнем Востоке, о ситуации на Украине, в частности, говорится Николаю Платонычу, что мы никак не можем помешать, закрыть границу и помешать нашим добровольцам идти воевать на Украину, что, и он мотивирует это таким образом, что нам блокаду организовать, как это было в Ленинграде, для населения Донбасса, мы же практически их кормим, условия жизни там крайне сложные, а сюда 2 миллиона беженцев с Украины приезжают в Россию, у них тут родственники, друзья, они рассказывают им о зверствах, которые там происходят, и далее срабатывают эмоции, люди отправляются туда и участвуют в боях. Это, это очень интересно, но здесь можно, здесь было бы задать вопрос Николаю Платонычу, потому что, во-первых, о зверствах вот украинских федералов гораздо более эффективно и на несравнимо более широкую аудиторию рассказывают не беженцы, а российская государственная пропаганда. Это во-первых. А во-вторых, можно оставить открытую границу, там действительно очень тяжелая ситуация в Донбассе, можно оставить открытую границу для гуманитарной помощи, но закрыть для так называемых добровольцев, если согласиться, что это только добровольцы, а не военнослужащие и не наша могучая боевая техника. Количество, как я уже вам, уважаемые друзья, докладывал, достаточным, чтобы воевать с европейской армией. А более того, говорится у Николая Патрушева в его интервью коммерсанту о наших отношениях со штатами. И вот в частности, очень интересная штука здесь, я вам ее процитирую просто. Это важно. Николай Патрушев говорит, американцы заявляют о своей заинтересованности в обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, но Украина их совершенно не интересует. Их интересует Россия. В каком смысле, спрашивает дама, репортер. Они очень хотели бы, чтобы России не было вообще, отвечает Патрушев, как страны. Почему? Потому что мы обладаем огромными богатствами, а американцы считают, мы владеем ими незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться. Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь. Значит, вот что сказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он обвинил американцев в том, что они против существования России как такового, как страны, и мотивирует это свое обвинение тем, что, по его мнению, американцы завидуют нашим богатствам, считают, что мы их не заслуживаем, и приводят в качестве доказательства высказывание Мадлен Олбрайт о том, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь. Значит, в чем специфика этого высказывания Мадлен Олбрайт? Специфика его в том, что его никогда не было. Мадлен Олбрайт этого никогда не говорила. Это высказывание приписывают ей, это высказывание приписывают Кандализе Райс, которая тоже этого никогда не говорила. Вот самое интересное в этой цитате, что Россия не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь, что это никто никогда не говорил. Вот бывают вещи, которые, скажем, кто-то сказал, а приписываются другому. Вот знаменитая фейковая цитата премьер-министра великого британского Уинстона Черчилля, который якобы сказал, что Сталин принял Россию с Сахой, а оставил ее с ядерной бомбой. Черчилль этого никогда не говорил, но это говорил некий левак, историк, дойчер. Эти слова почему-то приписывают и Черчиллю, хотя Черчилль имеет такое же отношение к дойчеру, как, не знаю, как Владимир Владимирович Путин, скажем, к покойной Новодворской. Абсолютно никакого. Приписывать здесь нелепо одному человеку то, что сказал другой. Но хотя бы кто-то эти слова произносил, а вот слов о том, что Россия не принадлежит Дальний Восток Сибирь, никто не произносил. Это характерно тем, что это выдумка в чистом виде, просто от и до. И поэтому цитировать это мог бы позволить себе какой-нибудь, скажем, политический журналист где-нибудь в прямом эфире какого-нибудь ток-шоу в азарте в надежде на то, что здесь прямо в телевизионной студии никто не проверит. А, конечно, секретарь Совета Безопасности России, человек столь высокого статуса, столь ответственной должности, человек, который общается с президентом, человек, к мнению которого, несомненно, президент прислушивается, он, конечно, как мне кажется, должен такую информацию проверять. Даже если она ему представляется симпатичной на предмет ее изложения широкой общественности, на предмет ее пропагандистского эффекта, надо ее проверять. Но он ее не проверил. И получается, что все обвинение, оно построено на фейке. Но обвинение это срабатывает, вы понимаете? Ведь это значит, что очень ответственные люди в нашей власти действительно считают, кого бы они там ни цитировали, и как бы они при этом ни ошибались, они считают, что Америка хочет... Что значит не заинтересована в существовании России как страны? Значит, хочет уничтожить Россию как страну. Вот эта позиция. И Запад этого боится, потому что считает это неадекватным. Запад считает, что, как вот Александр Гольц нам сказал, что российская власть имитирует некоторое легкое сумасшествие для того, чтобы его Запад напугать. Вернемся с вами в студию очень скоро. Главные темы недели. Главные темы недели. Николай Саванидзе у микрофона. У нас осталось немного времени. Мы говорили о нынешней такой довольно грозной ситуации. Вот СМС к пару прочитаю. Николай Карлович, что же так драматизировать? Сегодня мой дед снял бронь и ушел добровольцем. Пропал без вести. 26 апреля 1945 года под Кёнигсбергом. К войне надо быть готовым всегда. Ну, царство небесное вашему деду. К войне надо быть готовым. Только орать об этом не нужно на каждом шагу. Не нужно все время говорить, мы готовимся к войне, мы готовимся к войне. Вот это никому не нужно. Этим вы войну только приблизите. А готовым к ней надо быть, только приближать ее не надо. Или нам с Европой спорить ново, или русский отпобег отвык. Ал. Ал. Вы хотите пострелять? Ну, вперед тогда. Давайте. Повоюйте с НАТО. Причем без всяких видимых на то причин. Хочется, если вы не хотите отвыкать от побед. Здравствуйте, Николай. К тому, что кто-то угрожает. Он же в ответ угрожает или нет? Имеется в виду, наверное, наш президент Владимир Владимирович Путин. Знаете, угрожают друг другу в результате. Этим утром, как там, в этой речке рано-рано утонули два барана. И когда эти бараны утонут, уже неважно будет, кто кому первый начал угрожать. Вот это и есть самое страшное. Сменим тему. Совсем мало времени, а тема совсем другая. У нас доска Никите Сергеевичу Хрущеву была открыта там, где он жил, в Староконюшенном переулке в Москве. Черно-белая память Черно-белая, потому что черно-белый памятник на Новодевичьем кладбище работы Эрнста Неизвестного установлен Никите Сергеевичу Хрущеву давно великолепный совершенно. Какой может быть образ более яркий, чем черно-белый мрамор для этого человека? Установкой доски в Староконюшенном занималось московское правительство и лично заместитель председателя московского правительства Леонид Михайлович Печатников. И спасибо за это Леониду Михайловичу, потому что дело очень славное. Вот установка памятных досок российским, советским, вернее, руководителям. Никита Сергеевич очень яркий был персонаж. И действительно черно-белый. У него и руки были в крови, потому что он был сталинским приближенным, руководил Украиной в самое страшное время репрессий. А потом он и воевал. А потом он организовал фактически разоблачение Сталина на 20-м съезде. Он выпустил людей из лагерей, из ГУЛАГа. Фактически он завершил ГУЛАГ. Он покончил с ГУЛАГом. После него уже ГУЛАГа не было. И поэтому для очень многих людей он был освободитель. И Анна Андреевна Ахматова говорила, у которой сын сидел, она говорила, я хрущевка. Хотя уж казалось бы, где Анна Андреевна Ахматова, где Никита Сергеевич Хрущев, человек достаточно малообразованный. И тем не менее, человек малообразованный, но очень способный. И в конечном счете не кровопийца он был. И при нем входили в Венгрию и наматывали кишки восставших в Будапеште на танковые гусеницы. И при нем был расстрел в Новочеркасске. И при нем был Карибский кризис, но и при нем удалось уйти от войны. Он договорился все-таки с Кеннеди. Все это было при нем. Ему сейчас еще инкриминируют, что он Украине отдал Крым. Но здесь-то он был совершенно ни при чем. Уже давайте лишних вин Никиту Сергеевичу не вешать. Еще раз повторяю, доску открыли. Хорошо. Хорошо. Молодцы. А с вами был Николай Сванидзе. И это были главные темы недели. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok